Получил много вопросов в инстаграм о том, какая монета 10 гривен нового образца может стоить очень дорого. И продав ее вы сможете заработать реальные деньги, купить себе телефон или музыкальную технику или что-то другое. Так как существует много коллекционеров, которые хотели бы положить подобную монетку к себе в альбом. В прошлом видео я показал вам вот эту монету 2 гривны с нарушением соосности сторон. Кстати, в том видео я разыгрываю 2 гривны 2018 года, покрытые золотом от компании Золотой слой. Оставьте там комментарий, кто хочет участвовать. И в этом ролике тоже будет конкурс. Я разыграю целый набор монет, покрытых золотом 999 пробы. Это монеты повышенного качества чеканки от Национального банка Украины. Все в золоте и оформлены в набор. Подробности дальше в видео. И не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, так как это как раз одно из двух условий участия в розыгрыше. Сделайте это прямо сейчас, чтобы потом не забыть. А после конкурса или если видео не понравится, уберете лайк. Начнем с того, что мне сказал знакомый, который работает на рынке. Ну, передаю тебе привет, Владимир. Что там нашли новые 10 гривен с заметным браком, нарушением соосности сторон. Что такое соосность, какие есть отличия и почему стоит дорого, я рассказал в прошлом видео. Ссылка будет в описании. И вот после моего прошлого видео мне написал подписчик и сказал, что нашел такую монету и предложил купить. Сейчас я вам ее покажу. Вот вы видите 10 гривен. Магнитные свойства у нее как и у обычных монет. Слабомагнитные. А вот визуально видим на монете поворот аверса относительно реверса на 180 градусов. Для украинских монет это редкость. Уже встречались подобные браки на 5 гривневых монетах. Довольно дорого были проданы на Виолите. Больше 3000 гривен. На монете 2 гривны, которые вы прямо сейчас видите перед своими глазами. От 2500 до 3500 гривен. И даже 1 гривна вот была выставлена у меня в фейсбук группе. Кстати, обязательно добавляйтесь в фейсбук группу. Туда вы можете высылать фото монет и спрашивать меня или других нумизматах о ценах на эти монеты. На 10 тысяч участников фейсбук группе я сделаю конкурс с призами. Ссылка на фейсбук будет в описании. Какие дорогие браки еще встречались на новых монетах 10 гривен, спросите вы. Вот на днях было выставлено 2 монеты с нарушением соосности сторон на 90 градусов. Их выставили в группе у Васыля ценные обиходные монеты и у меня в группе тоже можно увидеть. Друзья, напишите пожалуйста в комментариях, если вы коллекционер, во сколько бы вы оценили такие монеты 10 гривен, поворот на 90 градусов или вот такую десятку с поворотом на 180 градусов. Очень интересно ваше мнение. Ну и конечно, заглядывайте к себе в кошелек. Вот что мне присылают из совсем небольших браков. Ну как я понял, это довольно часто встречается, хотя мне и не попадалось. Тут небольшой градус поворота. Как вам? Ну такая монета конечно стоит не сильно дорого, хотя возможно некоторые коллекционеры готовы за нее заплатить 10, 20, 30 гривен. Будьте внимательны и проверяйте свои кошельки, когда платите. Возможно именно у вас дорогая монета Украины. И давайте перейдем к конкурсу. Для участия в розыгрыше набора монет Украины, покрытых настоящим золотом 999 пробы от компании Золотой Слой. Их инстаграм будет в описании. Просто будьте подписчиком моего канала и поделитесь этим видео или любым другим моим с одним человеком. Вайбере, в телеграм, в фейсбук, в ватсап, где угодно. Благодаря вам человек может найти редкую монету Украины и будет очень благодарен вам. Я определю победителя среди ваших комментариев. Я случайно выберу в прямом эфире ролик на моем канале среди последних 20 выложенных, ну не шортс, не коротких. И среди этих комментариев определю победителя. Призы я всегда отправляю за свой счет и с автографом. Так что пишите комментарии не только под этим видео, а под другим любым для участия. А прямой эфир состоится как только здесь будет 500 лайков. И кто досмотрел до этого момента, давайте сделаем небольшой флешмоб. Начинайте свои комментарии с фразы «Фартовый коллекционер» или «Бабки в шапку». Давайте удивим всех. И до встречи в новом видео в четверг. Всем пока.